А, да-да-да, сейчас, секунду. Ширнее. Окей, а коль бы шли там. Итак, у нас сегодня занятие очередное, чтение неогласованное, или так это изначально называлось, по комментариям к Тори. Мы продолжаем статью к недельному разделу Ваешев, Рава Ханан Парада, который называется «Самый великий сон», потрясающее место. И мы продолжаем эту статью, вот, начиная с этого места, Юсеф Холэм в Юшо Макшим. Те, кто смотрит записи и хотят посмотреть сначала, пожалуйста, посмотрите на YouTube-канале Lelmod.ru. Посмотрите, там есть все записи, плейлист всего этого курса. Либо пойдите на Lelmod.ru сайт, выйдите на этот курс, и там тоже есть все записи. Окей, хорошо, Лёнь, ты у меня первый, начинаем. Юсеф Холэм в Юшо Макшим. Окей. В Юшо Макшим. Ну, погоди, переведи, переведи на это слово. Ну, Юсеф снится в сон, а Яшо его, как бы, осуществляет в жизнь, как это будет сказать. Ого, так вообще хорошо. Интересно, обратите внимание, наверное, в этом есть глубокий смысл, что вообще на иврите материальность связана с дождем, правильно? Макшим. Да, вообще, да. Ну, да. Кувшей Кнаан, Бесефра Яшо. Салаба. Ну, погоди, переведи. Теперь понял. Приходят наши мудрецы и дают, ну, Юсефу, ну, оригинальное объяснение, ну, особенное, умительное объяснение, которое нас переносит далеко-далеко за пределы книги. Ну, предел, а горизонт, дословно. За горизонт, да. Правильно? За исторические горизонты книги Берешит, в поколении завоевателей Канаана, в книге Яшо. Сто процентов, правильно. В Ках, Маво, Муберешит, Раба. Не, ну, подожди, Мува, Мува, Мува. Мува, Муберешит, Раба, Ле Паршатэйну. Хорошо, сейчас, секунду. Всем понятно слово Мува, правильно? Это Уфаль. Это да, это Уфаль. Это Уфаль в настоящем времени, правильно? Окей. И так приводится Берешит, Раба, к нашему разделу. Правильно. Поедает Алиф... Ну, хорошо, это нумерация Берешит, Раба. Не, 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 подожди, 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 не по памяти. Эвит, Эвит. Эвит, Эвит, Биш, Шекамоха. Шекмотха. Шекмотха. Да. Шекмотха. А, а, стоп, а, а. Шемес у нас в мужском роде. Да, ну переведи, плиз. Ну, плохой раб, да, Биш, или неудачный раб? Ну, Биш, это вообще позорно. То есть ты вообще презренный раб. Презренный раб, да. Презренный раб. Да? Шекамоха. Да, такой, как ты, презренный раб, да. Да. Почему он так ему сказал? Ну, Киньян, Каспо, Шель, Аба, Ата. Ну, да. Не являешься ли ты купленным за деньги твоим отцом? Ну, да. Ты что, вообще, не имущество моего отца? Ну, Ата имеется в виду, как бы, потом предка. Предка, да. Да? И, ребята, если что-то непонятно спрашиваете, Киньян, понятно, Киньян это, как бы, слово... Киньян это покупка. Калмудической, мишнаической, современной веке. Киньян это приобретение, покупка, правильно? Да. Окей. От этого слова, от этого слова, каньон. Простите, каньоны, это супер... Каньоны, да. Мол, по-русски называется, да. Мол по-русски называется, другого слова нет. Серьезно? Что, так они называются по-русски? Нет, 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 просто называют торговые центры обычно. Ну, можно, как говорят, непривычные слова. На юриде называется Киньян. На юриде называется Кэньон и от слова Киньян. Окей. Ну, хорошо, дальше. Ло, ках, роэ, отха, абэ, бахалун. Кыкатув. Не так тебя видит отец во сне, как написано. Да, то есть не так ли? Не так ли, да. Да. И вот солнце, луна и одиннадцать звезд поклоняются мне. Да, обратите внимание. Леня правильно прочитал? Хадасар, правильно. Хадасар. Хадасар, да, правильно. Потому что это все путаются, никто не знает, и злядь тоже не знает. Я тоже не умею правильно говорить. И Хадасар, и Хадасар здесь, по-моему, действительно... Хадасар. Но это надо человеку, который сильно понимает грамматику и учил по-настоящему. Ну, хорошо, давай дальше. Афата, дом, эльфонай, шины... Ну, даже ты? Нет, афата, аф, и ты тоже. И ты тоже, да. Ну, что такое дом? Что такое ла-ла-ла-ла-ла? Постоять в постройке смены. Да, стой постройке смены передо мной. ну то есть застыть. Скорее бледше. Да, от слова дом, у вас никаких аллитераций нету? Ну, молчать. Это правильно. Вот у меня всегда это о чем? Умерший. Откуда? Из какой пороши? Ого. Смерть двух сыновей Аарона. Помните, вы Аарона? Да, вы, я думаю, Аарон, да. А, он молчал, хранил молчание. Ну да, даже там ханаппарат объясняет, что это не просто шатак, а дом, это застыть, ну, по-русски надо придумать, как правильно перевести. застыть. Ну, типа столбняк, да. Дом это типа столбняк, да. Окей. Шенеймар. Шенеймар Ази, Ази, Эдабер Яшуа, Вайомер Лейне Исраэль Шемешб Гевон Дом, Вайерех, Баймакайлон. Это знаменитая фраза. И так сказал Яшуа перед глазами Израиля Стоит Солнце над Гевоном, а Луна над Эмакайлом. Ну да, потому что ему нужно было время, вы помните там завязку, потому что ему нужно было время, чтобы, значит... Гевон у нас где географически? Ну, послушай, я не знаю, Миша Голосовский в свое время объяснял все это и говорил, что никакого особого... ну, то есть, как бы чудо опять в зимуне, то есть, это именно в это время и в этом месте. Но реально он объяснял с помощью двух светил, что вполне такое бывает и 5-10. Окей, обратись к Миша Голосов. Ну хорошо, давай еще одну фразу и... Мояда веадом Ашемеш веарая хеамод Ад Ад Якам? Да. Гой Авеу? Нет, ойвав. Гой, ойвав? Ойвав. Ойвав. Ало ги ктуба Аль-Сефр Айешар И И встало солнце И... И мияд, мияд, то есть, он Пригназал, и тут же произошло. Что произошло? И тут же произошло, встало солнце, и луна встала, пока не отомстил народ, врагу. Да. Так далее. В логе... А вот... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А вот это вот дальше, вот к самый конец переведи. Галло. А вот я не... Ну, ало, и это то, это то, как написано в Сефире. Как написано в книге... Яшар, да. В Сефире Яшаре. Сейчас Ханам Паратович будет объяснять, что такое Сефире Яшаре. Ну, сама, Баби Сефире, я думаю, перейдем к Ане, хорошо? Так, я замолкаю, да. Давай, Ань, давай, Петарон. Так, Петарон, Петарон, ноэс, получается. Молодец, да. Лэ... Ноэс, по-моему. Какой-то смелый или дерзкий? Дерзкий, дерзкий, дерзкий. Дерзкое, дерзкое решение. Лэхаламош ильёсиф, для снаёсифа. Да, да. Эйнло, ким ад, гад, бэ... Я думаю, это гэй, мне кажется, гэд, гэд. Гэд, гэд, эхо, ему нет эхо, ну, то есть нету похожего. Отклик, нет ему подобного. Да, да, правильно. Паршанут, а класит, нет подобного в классических главах. Ну, в классический смысл вы хотите коментария. Ну, да, коментарий, правильно. Да, да, да. А думэ, шэк кивун... Шэк иван, шэк иван, шэк иван, шэк иван, гу лэ омэк, шэто шэль мэкраэ. А, ты правильно сказала, слегка, 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 ты правильно сказала. Умэ хавэ. Да, он имеет виду, ты правильно сказала. Но кажется, что подразумевается, он как бы углубляется в пашутош или мэкраэ. Ну, в смысл, в простой смысл, видимо, в описании. Мне кажется, как ты, но чуть-чуть, что он имеет в виду или он именно подразумевает и глубину пшата писания. То есть храна храна сказать, что именно это отражает глубину пшата мишавэн ле омэк. То есть он направляется и имеет в виду именно омэк. Омэк пшуто шельмикра. А, ле омэк, да, в глубину. Это в смысл, простой смысл писания. Цэу в рэу. Ат кама мэдюкат. Мэдуекет. Мэдуекет. Мэдуекет Акбала. Бэйна шэмеш ваярээх. А миштахавим леосэф бахаламо. Лэбэйна шэмеш ваярэх. А умдим дом лефнею шоа мизэрэйосэф. И давайте посмотрим, какое точное соответствие между солнцем и луной, которые поклонились Йосифу во сне, и между солнцем и луной, которые встали смирно перед Йосифу. Замечательно. Сто процента правильный. Мэдуекет Акбала. Бэйна шэмеш ваярээх. А умдим дом лефнею шоа. Так. Да. Ой, тут затупил я. Я пропустил. Я нажал на кнопку и пропустил. Сейчас. Убэйна шэмеш ваярэх. Миштахавим леодам. Ну если, и действительно, в самом деле, если бы нам надо было изобразить солнце и луну, которые поклоняются человеку, лио, ло, айну, моцаим. Амхаша. 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 Иллюстрация. Ну, как бы, не было у нас това лучшей иллюстрации. Амхаша това. Йотер. Лучшей иллюстрации. Мизэ шэбэсэфрэйшоа. Не было у нас лучшей иллюстрации, чем в книге Ашоа. А что до 11 звезд, которые поклонившихся? Где ты взяла битуй? По идее, я не вижу, а где битуй? Ше... Шеветай, шеветай, шеветей, 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 а, шеветей, колено, колено, это не что иное. Шевтей, аумдим, колено, стоящие, замершие. Миштаим, ну хах, ахизайон. Ну, Миштаим это обалдевшие, мне кажется. Обалдевшие. Ну, обалдевшие. Перед чудесным зрелищем. Да. А Митхолель, кейдут Акатух. Да, правильно. Кейдут Акатух, Лаене Исраэль. Ну да, он объясняет, а что такое? Ну да, а что? Солнце и Луна объяснили. А что с 11 звездами? Перед происходящим, как свидетели, ну, как в качестве свидетелей происходящего чудесного события, как об этом написано перед глазами Израиля. Ну, то есть, глаза Израиля это 11 шватилов. 11 шватилов. Что я про что-то хотел сказать? А, вот интересное слово хизайон. В современном юриде хизайон это... Нет, я скажу, в мою бытность говорили мультимедийное представление. Так вот, хизайон это и есть мультимедийное представление. Это от слова лохозон. Лохозон, хузеамдина, берц и так дальше. То есть, это вообще говоря, предвидение. Но в современном юриде это вот такая мультимедийная презентация, называется хизайон Оркули, например. Окей? Ну, это так было. Расширение этих самых знаний. Окей, ну, хорошо. Прочитаешь. Да, Тимофей, давай. А, да, про Антимофей. Тимофей, ты с нами? Да, я здесь. Да, замечательно. Зот веот от Аф Битуй Хотем это Маамат. Да. Так. Зот веот. И вот еще. Ну, типа и к тому же, и к тому же. Вот еще. Так. Аф Битуй, Ах Утем это Маамат. Вот выражение, которое резюмирует всю эту ситуацию, все это стояние дословно. Окей. Галоги, кто ва, аль, сэфер, а, ешар. Правильно. Мит преш, леор, зот, мидерих, пшутам, ве, ешара. Сто процент. Разве не написано в книге? Он сейчас пытается объяснить, сейчас попытается объяснить то, что суммирует всю вот эту вот ситуацию с Солнцем и Луной. Заканчивается, как вы помните, вот этой фразой. Ало, ик ту ва, аль, сэфер, шарим. И вот ведь она написана в книге, в книге с леха, книге Яшар. Абей будет объяснять, что такое книга Яшар. Передайте, пожалуйста, Митпарэш, да. Так, Митпарэш, это, кажется, бестолковое, сопоистение. Митпарэш, это толкуется, да, конечно, толкуется. Толкуется, как свет. Нет, леор толкуется в свете, но как тоже так поразговорят в свете. В свете пути прямого и ясного. Простого и... Ну, хочешь сказать, что так, как мы объяснили все это, да, ну, вот эти 11, это Инеисраэль, Солнце, это тоже понятно. А как объяснить то, что сказали в конце? Он говорит, что это Митпарэш, Леорзу. В свете того, что мы сказали, это как бы комментируется, объясняется. Бедерак Пшутава и Яшар, поэтому он очень просто, ясно объяснить, как. Вот сейчас как дальше. А, читаем. Уже учили нас мудрецы, что Сефар Айшар, это не книга... Ничто иное. Иное, это ничто иное. А, ничто иное, как книга Авраама, Ицхака, Якова, которую их называли прямыми. Правильно, то есть Авраам, Ицхак, Яков, у них есть синоним, который называется Яшарим. Правильно? Поэтому, когда говорят Сефар Айшар, это, по-видимому, книга Авраама, Ицхак, Якова, а что это за книга? И он говорит, что это упомянуто в трактате Абудазара. Абудазара, да. Окей. Ну вот то, что мы сейчас сказали, правильно? То есть Сон Яшуа, это Йошуа. Окей. Мы проясняем тогда вещи. Да, мы ирим еще пообнояврить, это иллюстрировать. А, окей. И Юр, это иллюстрация. Но это правильно, это от слова Ор. Я думаю, это от слова Ор, да. Да. Ну давай дальше. Аба нитбонен, белашон акатуф, бесефар Йошуа. Да. Так, нитбонен. Нитбонен – это осматриваться. То есть есть несколько синонимов, смотри. Самое простое какое? Я вижу тебя, как сказать? Лерот. Да, Лерот. Анироэотха. А вот есть литбонен. И понятно, что литбонен – это от слова твуна. То есть твуна – понимание. Это когда человек смотрит, я бы сказал по-русски-то врубаться. То есть человек смотрит и понимает. Понимаешь? То есть они просто смотрят, как физически у тебя глаз ловит, в сегмент глаза попало вот что-то такое. А литбонен – это означает «всматриваться» по-русски. Есть смотрите «всматриваться». Вот «всматриваться» – это литбонен. Ну, наверное, от слова твуна, бина и так дальше. Окей? В книге Йошуа. Так что, как написано в книге Йошуа? Да. Это опять от книги Йошуа, то, что у нас было, да? Да, я столбенел, они как-то переводили. Ну, как мы, встал на постойке с мирным, можно так по-русски слушать, да? Встало солнце и луна стоять до того, как поднялся народ врагов его. Мст, я отомстил. По-моему, отомстил, хотя ты правильно говоришь. Вот это вот, это вот действительно как, да? Далее, мы, я пытаюсь выключить видео, но у меня не получается. Наверное, правильно выключить ваш... О, да, все, замечательно. Что-то я несколько раз нажимал на эту кнопку, у меня не получилось. Ну, неважно, бесседок. Да, я совершенно правильно перевел. Почему? Потому что непонятно. Потому что якам действительно может быть... На кам, на кам, на кам. Но здесь вот это вот, вот это вот мэм, конечно... Это неизвестно. Это может быть и так, и так. Но здесь, здесь это действительно пока не отомстятся они. Ну, мы знаем, да, но в таком написании... Я и поэтому и сказал, чтобы он прочитал. Можно перевести и так, но из контекста. Это особенность неогласованного текста. Горю вав, правильно? Народ врагов его. Дальше, ало, и... Ало, и... Ало, и... Тува, аль Сефер, айшар. Так ведь написано в книге Сефер, айшар. Да, окей. Так. Увэхэн... Я продолжаю или я передаю? Ну, прочитаем. До трех точек. До звездочек, да. Увэхэн Йосеф Холэм, Вегине Ашэмеш Вейерех Миштахавим Ло. И поэтому Йосеф видит сон. Ну, здесь Увхэн, но это тонкости, но вообще здесь Увхэн, это говорят и действительно. Увхэн, и так, и действительно. И так дальше, да. Йосеф Холэм. Да, Йосеф видит сон, и вот солнце и луна распластываются перед ним, поклоняются. Да, да. Это цитата из Холом Йосеф, да. Вэйошуа бэн нон, шееца мизароа. Мизаро, мизаро. Мизаро. Макшим эта холомо шель Йосеф зикно умаамит шэмеш. Да, я закончу. Шэмеш шэ гивон. Ну, это опять-таки, это то, что фниги Йошуа теперь, да. Шэмеш шегивон выя бэя бэя бэя, бээ микай лон. Кокатоф аль Сефер айшар, гало гу Сефер берешит. Ну все, вот в этой фразе, которую ты прочитал, есть полная разгадка. Итак, в чем она заключается? Штешо Беннон выходит из семени его. Макшим, это мы переводили в заглавии, осуществляет, воплощает сон его, Юсефа. Да, да, да. Зыкно. Своего дедушки вроде. Да, дедушки, дедушки. Я просто хочу, что Тали вышла и пишет мне, хочу ответить. Так, и поясняет. Значит, солнце в Гевоне. Что в Гевоне? Мы останавливать. Ну да, конечно. А, не останавливать. Да, солнце в Гевоне. Да. И луна в Эмике. Высшем. Не, не, Эмике Айлон, это Долина Айлон. Так она и сейчас называется. Да, Долина Айлон. Как написано в книге. Особенно в книге. Ну, осталось последнее разгадание. Что такое Сефир Айашар? Это книга Бреши. Все. Всем понятное объяснение? Ну, по-моему, как бы понятно, да? То есть, вот эти 11 Кохавим, Шемеш в Ярех, это все Шемеш в Ярех мы разгадали. То есть, это все в книге Яшу. И даже то, что написано в конце Альсефира Айашар. Айашар, это Ишарим. Кто такие? Ишарим равен, как у Якова. А какая книга равен, как у Якова? Ну, это Сефир Бреши. Поэтому это то, что написано в книге Бреши. А где описываются Халамот Йосефа? В книге Бреши. Ну, так все как бы разгадано. Окей? Можем идти дальше? Да, у нас Арслан еще есть. Да, 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 конечно, да. Арслан, пожалуйста, Выот. Слышно, да, меня? Да, слышно, слышно. Выот, Ишар, Шеаф, Яков, Саба, Зохе, Легалот... Да, правильно. Аров, Ямаф. Это как бы в конце своей жизни, дословно. В продолжении. Я думаю, в конце жизни, Аров, Ямаф. И еще, возможно, что Яков, дедушка, да? Ну, Яков, Саба, поскольку у нас здесь как бы перелет в поколениях, правильно? Старый дедушка. Ну, да, поэтому, например, там дедушка назывался Скано. Это Закен. Закен это тоже, ну, здесь как Закен старый человек, правильно? Наверное, слово Закан борода. Но, с другой стороны, и нормально Саба. Ну, иногда так выражаются... Я не говорю, что это высокий стиль. На самом деле так принято говорить. Например, говорит Саба Исраэль. Саба Исраэль – это как старый добрый Израиль. Когда здесь говорится Яков Саба, имеется в виду... Ну, про отец Яков. Имеется в виду не просто Яков, а имеется Яков Саба по отношению к Иошуа. Не в том плане, что он Саба, что он реально был его внуком. А потому, что это из его потомков. И он так называет Яков Саба, да? Так что он Зохэ? Зохэ – легалот. То есть, открыл... Открыл... Он удостаивается открыть... Он удостаивается открыть... Да. Бааву... Бааву, Бааров, Ямаф – это в конце жизни. Бааву, Ямаф – в конце своих дней... В конце дней, правильно. Тайность на Юсефа. Правильно. Велимцо. Ну, Лимцо – это просто инфинитив от слова «искать». Правильно? Йошуа. Йошуа. Да. Ше-Атид, Ле-Амид, Эмма Улимана. Хама Улимана, да. Да-да-да-да-да. Так вот, в конце жизни Бааву, Ямаф, он открывает... Он понимает, ему открывается, или он понимает тайну сна Юсефа. А вы помните, что там вся эта история, ну, как бы, весь эпизод с снами Юсефа... Ну, с самого начала, если это начиналось, там как бы непонятно, с одной стороны, он пытается снизить, Яков пытается снизить пафос, и он говорит, что за чушь ты вообще говоришь? Ну, хорошо, я никуда не шло. Ну, мать-то как, может, поклоняться, и у живых нет. Это для того, чтобы снизить, как бы, нарастающийся конфликт. Но, с другой стороны, фраза была бы, Яков Шамара – это дворо. Или дворо, или дворо, не помню. Дворо, по-моему. Или дворо, по-моему. А Яков запомнил. А что ж было запоминать, и он считает, что это чушь. Так вот, запомнил, почему? Потому что в конце, в конце он таки, да, понял. Понял, что имел Юсеф в виду. Он имел в весу образ Йошуа, да? Который что? Шиатит? Шиатит Лаамид Хамал Ивана. Который в будущем, ну, как бы, выставит, в том смысле, что выставит по стойке смирно солнце и луну. Окей? Можно дальше? Никуда Зо. Да. Хошеф. Ну, в данном случае Хосеф тоже. Понять невозможно, ты без огласов. Но, как бы, опять догадаться можно, что это Хосеф. Хосефа – это экспозиция. То есть, открывает, экспонирует, как угодно, да? Амидраш Беберешит Раба. Да, Раба, Мидраш Раба, да. Бибраха Яков Лейфраем. Биберкат Яков Лейфраем, правильно. Яков, благословляя детей Йосефа, можно из этого сейчас, как будет видно, можно проследить, что он имеет в виду, он понял, что сон Йосефа будет осуществляться в Йошуе, да? Да, который является порождением, ну, по-видимому, наверное, Эфраема, так что ли? Да, правильно. Да. Дальше читаем? Да, конечно, да, конечно. Многочисленное будет. Ну, вы помните историю, Яков скрестил, как бы, руки и неправильно положил, да, с точки зрения Йосефа. То есть, он правую руку положил на младшего, а левую руку на старшего, и это неправильно. Потому что, как бы, ну, по идее, по старшеству и старшему полагается больше, то есть, лучшее браха. Он поставил так. Йосеф пытался ему поменять руки, а Яков говорит, нет, ты оставь, все правильно. И вот этому самому ве-у-лам, ве-у-лам, это, да, действительно, хотя надо посмотреть точно по смыслу. Но вот это вот что-то, это все вот на тему того, что я описал. Ахнифа-катан. Ахнифа-катан игдаль-мимену. То есть, несмотря на то, что он катан, Эфраем от Минаши, да, он его, как бы, ну, перерастет по величине, нет, то есть, станет больше, больше, может быть, это имеется в виду, надо посмотреть конкретно комментарии в плане могучности, ну, и в плане, наверное, просто многочистости. Нет, они говорят, что именно в том смысле, что сначала будет Яшу, ну, подвиги совершать, которые из Эфраема. А Минаша, по-моему, от него Гидеон произойдет, но он попозже чуть-чуть. Окей. Поэтому и он прежде, прежде Эфраем, потому что он раньше. Хорошо, сто процентов. Хотя вот то, что написано Малой Гуим, все-таки, по-видимому, это про многочистость. Может быть, еще, может быть, они имеют больше, оно будет больше. Да, да, да. Ну, хорошо, окей, и вот это вот то, что он сказал, сейчас мы можем это понять. О ком идет речь? Хама, Хама. Хама – это одно из названий Солнца. Понятно, что по-нормальному это Шемеш. Хам горячее же, но Хама, оно горячее, видимо. Ну, да, ну, понятно, что Шемеш тоже, в общем, наверное, это про истоки, но, как бы, они очевидны. Поскольку его поклонники служили Солнцу, и, всячески, его произносили как божество, то евреи его называли просто служком, потому что он служит нас, он дает нам тепло, типа печка, правильно? Ну, а еще его просто назвали Хама, то есть, как бы, горячушка какая-то, не знаю, пончик. Окей. Хама – это Ливана. Ливана – Шехем, Шеольдим, Месуф, Гаолам, Веад, Софо. Ну, да. Это Ио Шуа, который остановил… Ну, можно сказать, на полном поставил, но вообще здесь имеется в виду, действительно, остановил, да. И они, полтимут, которые властвуют… Которые властвуют в конце мира… Не, Месуфа, Гаолам, Атсуфо, то есть, от одного края мира до другого. Ну, то есть, Ио Шуа, Ио Шуа, он воцарился над теми, которые властвуют все время. В смысле, что все это время, пока существует этот мир, существует Солнце и Луна. А Ио Шуа над ними, как бы, воцарился, потому что он их поставил по стойке с миром. Окей? Ну, хорошо, давай еще одну эту фразу. Уфхэн. А, Уфхэн, Ло, Бигдэй, Неймал. Уфхэн, Ло, Бигдэй, Неймал. Да. И не просто так сказано. Уфхэн. А, Уфхэн, Ло, Бигдэй. Это то, что я говорил, да. Шэмер. Шамар, Шамар. Шамар – это просто хоаль обычный. Шамар – это давар. Да. А, так переводим, да? Да. И не просто так сказано в конце, чем припечатываются вот эти сны Юсефа. Сказано, Ло, Бигдэй, Шамар – это давар. Я ему загнул. Не, не загнул. Ты сказал, загнул? Запомнил. Ну, запомнил, сохранил. Запомнил, сохранил, как угодно. То есть, не отнесся к этому, как к какой-то ерунде, как он пытался это представить. Бигдэй, Шамар – это давар. А отец, отец, в смысле Яков, он таки да, это как бы попомнил. Окей? А, че? А, че? Жадзаха. Это тоже пааль, обычный пааль. А, че, заха? Леруах Котшо. Правильно. Легалот. Легалот. Пешар. Пешар. Пешар Халомо. Шель Юсеф. Да. Херемес. Не, подожди, лега-йро. А, так, я... Позирялся. Ну, хорошо. А, че, заха, бирох Котшо, легалот, эт, пешар Халомо, шель Юсеф, ве, лега-йро, эт? Лега-йро. Ке, ке, ремес. Правильно. Бе, эт, ше, юхал, ха-йодиим. Вет, ше, яхо, ле-ядаим. Да, я-ядаим. А, не, не, слегка. Бе, эт, сикуля-ядаим. Сикуля-то вот это предперекрещивание. Сикуля-ядаим, аль, аминаше и алифраем. Правильно. Ну, хорошо. Вся эта длинная фраза. Уфхэн лобигди. Лобигди – это не просто так. И не просто так сказано. И отец запомнил это дело, то есть эту историю. Почему? Ну, подожди, дай человеку-то подумать. Я молчу. Ты видишь, я остаюсь. Захэ, мне просто некоторые слова затрудняются. Ну, вот я пытаюсь подсказать вам, может, да. Несмотря на то, что, да. Что он имел... До того, пока не удостоился. Заха удостоился. Не удостоился. Ро-ха-кудеш. Бе, Ро-ха-кудеш. Он не удостоился. А, б. Ну, дословно святым духом. Открыть святым духом. Эт пешер холомошель Йосеф. Правильно. Он не удостоился, как бы, ну, видений, скажем так. Святым духом по-русски это не сильно звучит. Да, но извините, что он не слышал. Потому что это не было ваучек. Не было представлено. Документации не было. Но Бе-Ро-ха-кудеш, слышали, что в правическом видении, вот так, наверное, правильно сказать, он не удостоился легалот, то есть обнаружить, понять. Пешер. Пешер Адварин – это действительно объяснение, да, сна Йосефа. И что он сделал в Эле-Ро, да. И увидел толкование. Я думаю, вот здесь вот в Эле-Ро слово «наир». И как бы осветить это. Как бы осветить, то в смысле, что, ну, показать ему, указать ему это в качестве чего? Ке-Ремис. Как толкование? Нет, Ремис – это подсказка. Намек. В качестве намека. А как он сделал этот намек? Во время, когда он мог… Нет, секунду, я сказал, это перекрещивание. Во время перекрещивания. Перекрещивание рук. Надо не на шее, надо и правильно. Да, окей. Всем все понятно? Народ молчит, значит, понятно. Да. Мы круг сделали. Мы слышим тебя, Оха. Подожди, Ирина, когда захочет читать, она нам скажет. Дальше. Ну и Леня теперь должен читать. Ну, Леня, да, он вроде начал. Ну ладно, тогда я. Садик и Садик и Сад Олам. Да. Или праведник, праведник основа мира. Но у нас осталось разобраться, выяснить, какой скрытый смысл во сне Иосифа. Только все-таки не смысл, а месса. То есть месса. Ну, послание. Какая весть, какое указание. Послание во сне Иосифа. И что он, какую, ну… Весть. Какую басураду, какой… Весть, я тебе говорю, весть. Мысль он нам несет. Ну, хорошо, но все-таки не мысль, а весть. Весть, весть. Месседж. Ну, по-русски говорят месседж? Ну, так, это с претензией, если такое. Хорошо, мы будем с претензией. Ну, в научных, есть только в научных текстах. Ну, мы научные ребята. И какой месседж это несет нам? Какой месседж? Леня, научный человек, нет? Давай. Да, думаю, ки халом зэма галэ ма ко хо шэр цадзік ёсот олам. Ки ёсеф цадзік шалав нэмар. Похоже, да? Да. Что сон раскрывает нам... Раскрывает в утреннюю силу... Подожди, откуда в утреннюю? Да, силу. Силу, да, я уже фаназирую. Силу выражения праведних основ мира... Где только выражение, я не понимаю. Где это слово выражение? Ну, хо шэр, ну да. Подрусимевает. Ну, подрусимевает. Ну, хорошо, в том вставил. Окей, я бы салитературный... Вставил, да? Молодец. Поскольку Ёсеф праведник, о котором сказано... Сейчас, секунду. Вот это понятно, да? Домэ кихалом зэ мэ галэ. И похоже, что этот сон, он открывает, в чем заключается, или какова сила. Да, правильно, какова сила чего? Цадзік ёсот олам. Какова сила праведника основа мира? Такого как Ёсеф, ацадзік, праведник, про которого сказано. Что про него сказано? Леонид. Ну, мы не будем смотреть перевод Таилеума, постараемся сами дословно перевести. Таилеума, ну, отсутствует. Он, ну, дословный перевод, я просто дословный перевод хочу звучит, это грубовато, да? Он будет только немногим отличаться от Бога. Нет, тут имеется в виду... Он будет только немного от Бога. Таилеума, ну, подожди. Он будет почти как Бог, но вот дословно. Нет, нет, подожди, там речь идет об ангелах. Немногим умолил ты его перед ангелами, слава и величьему венчал его. Вот тебе перевод литературный. Ну, хорошо, это не надо литературный. Алису им перевели, понятно, что они не хотят говорить, что... Слушай, Таилеума, 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 Таилеума. Ну да, то есть он ничем не отличается. Здесь написано «Отеллу Кима». Они перевели как ангелы, потому что нехорошо сказать, что он от Бога, да? Хорошо, и дальше. Лёнь, переведи вы кого-то, вы Адар Таилеума. Кого-то, почет и великолепие его венчают. Молодец, замечательно. Я говорю, не смотрите в перевод литературный. Постараемся сами перевести дословно. Хотя бы смыслу понять. Дальше. Нет, там Шилу. Нет, Таилу. А, Тим Шилу, Тим Шилу, Тим Шилу, Тим Шилеума, Си Седа. Ну, это все при вознесении его, да. Да, она глава. Я думаю, сравнил его с деяниями рук своих. Это от слова «машаль». Нет, 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 там «машаль» имеется в виду господство. То есть поставил его хозяином господином. А, наверное, да. Да, да, правильно. Это, в данном случае, не сравнение, а в смысле от слова «лемшоль». Да, правильно. Ну, хорошо, окей, тоже догадались. И что еще? Коль, шата, таха, трогла. Ну, я думаю, что все как бы… Бросил, бросил ему под ноги. Да, все бросил ему под ноги. Правильно. Ну, то есть, грубо говоря, это воспевается сила настоящего праведника, который управляет всем. Дословно, да. Ну, вот как вот такая штука. Окей, ну, хорошо. Умнам, Йосеф, од элемент бедерых арцюфат висурим кило ицлих лихают кило ицлах, слиха. Ицлах лихают машаль мошель, мошель. Мошель. Лоба дам в лоба этаней атеова Правильно. Им ло еда Еда, еда. Это… Да, еда лимшоль бацмо бэй цараву. Давай переведем, тут очень длинно. Да. Чим но Йосеф еще выучит путем долгих страданий. Ну, да, дословно. Дорогой выложит Дорогой страданий. Да. Умастен на страданиях. Ну, пожалуйста, нет проблем. Как хочешь, да. А что он не сможет осуществить этот мошаль, да, эту… Не-не-не-не-не-не. Он не сможет властвовать. А, властвовать. Он не сможет стать правителем мошель. Он не сможет стать правителем. Мошель, кстати, это губернатор на современном уровне. Мошель. Ну, как наместник, там, министр. Ну, да, мошель Канзас или какой-нибудь мошель. Да, да. По людей и явлениям природы. То есть, он не сможет… Лемшоль. То есть, он не сможет властвовать ни над человеком, ни над… Эйтаней – это… Силы природы. Эйтаней от Эва. Ну, да. Но по-русски как-то это звучит с меньшей силой. Эйтаней – это могущество, стихийные силы природы. Вот как. Эйтаней от Эва – это разглушивавшиеся стихии, дословно. Да, ну, хорошо. Ну, явление природы. Если не научатся управлять своими… Ну, как бы сказать… Да, самообладание, самим собой. Самообладание, да. Своим дурным началом. Дурным началом, да. Ну, в общем, не только дурным. здесь нет дурным началом. Да, он бы Эйцераф. Ну, хорошо. Ну, в данном случае, это не… Да, ну, в смысле, Эйцераф своими эмоциями, своими… Эмоциями, увлечениями. Ну, это имеется в виду эту самую Патиферу, я думаю. Подождите, сейчас будет про Патиферу. И поэтому ему предстоит… Ну, ну… Нет, пройти не Сайон. Пройти… Выдетесь из культурами. Испытание женой Патифара и вести со своими братьями в любви и… Как он сказал? Скромности. Нанава. Ну, да. Ахва – это братская дружба и скромность. Братская дружба и скромность, да. Харав, Коль… Подожди, подожди. Почему Харав? Хэров. Хэров. Несмотря на… Коля Амирмурим, шэ… Подожди, подожди. Ну, почему Мирмурим? Мэрурим. Мэрурим. Мэрурим, да. Я уже… Я говорю, у меня что-то глаза плывут. Мэрурим. Ну, ты выпил, наверное, да. Я не пил. Ну, хорошо. А жалко. В Zoom трудно проверить. Лучше пил. Шэ… Их шэвэгу. Шэ… Их шэвэгу. Ну, избил, все-таки, наверное. Ну, избил, да. Которыми они его накормили. Накормили. Которые он испытал полностью. Да, 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 да. Шэвэг. Шэвэг. Это тоже такое литературное слово. Это несмотря на… То есть, шэвэг – это ламрот. Шэвэг – это ламрот. Но ламрот – это простое слово, а шэвэг – это более литературное. Ну, смысл такой же. Несмотря на то, что… Вот три русских слова – это в одно слово хэвэг. Несмотря на что… Лёнь? Горик. Что, несмотря на все, ну, как бы эти… Ну, губничьи, испытания, как угодно. От слова «мар» здесь, правильно? Ну, «марон». Да, вот, минус плоды, можно сказать, да. Шэ и… Ну, на все налоги, которые они ему принесли, да. Которыми они его накормили сполна. Это от слова «сова», от слова «дополна», «избыток» и так дальше. Ну, как-то очень высокопарно, да. Ну, так он написал. Окей. Ну, хорошо. Отдать власть? Ну, я думаю, да. Ань, да. Не, не, ну, пускай, Лёнь, дочитай две. Ладно, читай о «каках», «выдавкаках». Да, вот две строчки еще. Ладно, я дочитай вот эти две строчки, а я там. «Ках, водавкаках, иске Йосеф, шидкаембо микрашекатув». Так и только так будет удостоен Йосиф, через него будет исполнено вот то, что написано. «Войнаемы и...» «Ановим, я думаю». «Ановим, ановим, ановим». «Скромные, я думаю». «Ановим и Иршуарц». «Ановим, да, и скромные ановим». «Скромные унаследуют страну». Правильно, молодец. Я думаю, правильно понял. Окей. Ну, хорошо, Ань, ты можешь дочитать до конца? Да, 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 все, дочитаю. Так, в Йошуа, мезер Йосеф, леву из-яке, из-ке, слуха. Из-ке, легоріш, ет-гарец. И вот Йошуа, из-за рода, из-прямись с имени Йосефа, он удостоился унаследовать страну. Правильно. Ашемеш в Иреах, им дудом лихвудо, в им тікует, мэгет-твуато. Ну, это опять, это сейчас благословение. Ну, будет сейчас, подожди не перебивай. И солнце, и луна, да, даже, что солнце, и луна, встали смирно, спали смирно, в славе, в почести, или почести, им тіку, ну, как это, усластили, мэгет-твуато, ну, урожай там, типа урожай полей, или что-то наподобие там. Мэгет, по-моему, это, можете посмотреть, это вообще редкое слово, это сельское хозяйство. По-моему, это, имеется в виду, не пшеница, а именно эти цитрусы, и вот это вот, по-моему, это это. Какие же там цитрусы, это, Господи, понял. Ну, мэгет, ну, хорошо, можем написать, что такое мэгет. Сласть, написано мэгет, нечто приятное, сласть, литература. А, да? Ага. Да. Сладость, да, сладость, беседа. Ну, да, можно сказать, усластят его, хорошо. Урожай, они его подсластят. Да. Так, мы только, так, некуда мету казу, сфуна, вагнуза, беркат, моше, леософ. Значит, вот эта вот, вот эта вот штука, точка этой, этой сладости, сладкая точка в кавычках. Она скрывается, скрывается и прячется, беркат в благословении Моше Иосифу, ну, его, кали, его потомкам, вазот Абраха, в главе вазот Абраха, шебасоф от Урака. Ну, да, это последняя пороша вазот Абраха, да. Мэгет твад шемеш, умэмэгет гереш, ирехим. И, значит, ну, он говорит этому колену потомкам Иосифу, что если из сладостей урожая солнца, из сладостей тоже каких-то там, что-то там такое, плодов луны, что-то там. И комментаторы говорят, что где-то какие-то плоды растут лучше днем, а какие-то лучше ночью. Поэтому... Ну, а сам что-то привязано. То есть понятно, что и Яков Шамар от двора, то есть сейчас существовало через Яшуа, и Яков это в конце это понял, и он скрестил руки, и потом он сказал в своей писанной Брахе, и кроме того, еще и Муше тоже, Муше тоже, он говорит про вот этот вот моток, тоже это привязывает, то есть раскрывается, вкладывается сюда дальше, и Браха Муше Рабейну Юсефу в конце Кумаша, последний параши Зота Браха. Окей, дальше. Да, Рэй. Да, Рэй. В Гарэй Лану не дбах Носеф лэпитарон ашэмешвайарэх, анышта хавиму Юсеф жаломи тох ка пия. Кфия, слыха, кфия. Кфия. Элэ бы мы текот убыхэмда. Да, мы текут убыхэмда. Кфия очень важно. И, значит, теперь мы, для нас дополнение к разгадке. Сейчас только сегодня хочу сказать нитбах, вообще важное слово. Нитбах, это, ну, можно сказать, еще один аспект, но вообще нитбах это обычно слой. Это еще один слой, но только слой не геологический, а слой как бы ментально объяснительный. По-моему, можно сказать по-русски, можно сказать аспект либо ракурс, как угодно. Ну, есть еще дополнительный аспект к разгадке. Солнце и Луны, которые поклонились Иосифу, которые сделали это не по принуждению, но и в сладости и в удовольствии. Да, вот кфия, важное слово в современном иврите, это очень сильно, поскольку у нас тут все должно быть либерально и свободно. Да, например, вот религиозное засилие, то, что по-русски переводится, это на иврите кфия дать. То есть когда людей, скажем, кого-то заставляют и понуждают к тому, чтобы становиться религиозными пятое и десятое. То, что вообще говорят. Да, это очень распространено. Кфия. Окей. И даже мы, значит, о которых говорится, что когда возвращался Всевышний пленник в Сион, были мы как во сне. Да, это вот дальше продолжение слова снова, да. И еще глаза наши увидят и видят исполнение сна Юсифа как бы выше и выше и выше и дальше и дальше. Ну, это он часто производит, он часто говорит такую фрозу гаво мя аль гаво это означает, что самый потрясающий смысл и в общем удаленный от нашего зрения или в будущем. А, возвышенное, возвышенное. Возвышенное, хорошо, не суть. Как провидел и провидится в пророчестве Ишаи? Нет, я думаю, только здесь сафун это спрятано. Ну, спрят, скрыто в пророчестве Ишаи, правильно, Ишаи, Ягу, Амантика, Лану, сот, чтобы подсластить нам Которая послащивает нам сот, тайну, да. Так, хафра, хафра, аливана, вуша, ахама, кемэла хашем сваот, бухарцийон, верушалаем, венегет, зикнаф, вот, вот. Ну, заберете Яшу. Устыдиться с луна и как посрамиться солнце, будет тяжествовать Всевышний на горе Сиона и Верусалиме. Перед старейшинами, в славе перед старейшинами. Ну да, то есть это предложение темы, что, в общем, мы поставили по стойке смирно, начиная с Юшо, а потом уже с Канину и все прочее. То есть, идея понятна, окей? Хорошо, мы эту статью добили? Да. Ура! Ура. Сейчас, полсекунды, я вам следующую дам. Сейчас, полсекунды, это где-то мы... Это самый великий сон. Сейчас, подожди, подожди. Немножко, чтобы всем хватило сейчас Тимофея и Арслан. Нет проблем, сейчас Тимофея, да, конечно. Никого не забудем. Тогда можно... Сейчас, сейчас, полсекунды только. Сейчас, вот круг добьем и все. Сейчас, сейчас, подожди секунду. Блин, сейчас, секунду, что-то у меня никак... Сейчас, дай я тогда это закрою. Я сейчас, полсекунды. Там, плюс, ремет походил. Я вернусь через секундочку. Секунду. Почему-то тут один, два. Все, все, сейчас, еще раз делаю. Сейчас, что-то он никак не хочет его показать. А, вот все, я нашел, собак. Так, сейчас. Это самое, сделать побольше, да? Это у нас, соответственно, это у нас, соответственно, это к Парашем Микец. Хорошо? По-русски, ну, будем переводить по Микец, да, это к Парашем, то есть, следующая Параша, у нас Микец, да, а русская там, да, ну, не важно, как она начинается, горечь, молчание, правый голос. Окей, Тимофей, ты можешь начинать читать? Да, цар, аштика, вершут, а дебур, ну, как ты перевел, горечь молчания и правый голос. Правильно. Читаем. Парашат Юсеф в Хав Мецива Дехнейну Шалош Шелот Мусриот Правильно. Кавадут Кведот Кведот Менусо Кведот Менусо, Менусо, это, да, но это тоже такое выражение, Кавэ Менусо, это значит невыносимый. Ясно, значит, недельная глава о Юсефе и его братьях поднимает перед нами и вопрос традиционных невыносимый, ты говоришь? Да, невыносимый, да. Кведот Менусо, но Менусо это так сказать, носить, правильно, а кверт непоемные. Настолько тяжелые, что их трудно нести. Как мусары. Ну, да. Мусыр, ну, мусырти, ну, традиционные какие-то. Нет, нет, мусыр. А, Шелот, мусыр, этические вопросы моральные. Нет, вопросы моральные, вопросы тяжело выносимые. Невыносимые по тяжести моральные вопросы. Окей, первое. И вот они поехали. Айхат. Киевцат. Идрадру. Нет, Идрадру. Идрадру. Ахи-Юсеф. 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 Лешфлот. Шфилут. Нашфилут. Мусрит. Опять мусорит. Это как здесь было, да? Ну да, мусорит козо. Так, что-то как-то совсем тяжело. Не, не, не важно, мы сейчас все это произберем. Айхат. Первый, значит, первый вопрос какой? Киевцат и дырдыру. Что такое ледардер? Спустится, деградирует, деградирует. Например, машина, которая поехала под откос. Катывает сюда. Поехали дырдырдырдырдырдырдырдырдырдырдырдыр. Это то же самое. Трактор-хория дырдырдырдыр? Ну да, это то же самое, как, например, лидгалгель. То есть, колесо лидгалгель, это крутится. Лидардер, это тоже дырдырдырдырдырдырдыр. Ну, скатились, по-видимому, да. Каким образом скатились? Кто? Братья, Ахей-Юсеф. Братья-Юсефа. Куда скатились? Шфилут. Ну, Шфилут это низость, правильно? Шфилал, наш низменность. Такую моральную низость. Ну, такую моральную низость. Адшихаю, нехоним, лергу, нехеш. Лергу, да. До того, что были готовы убить, погубить душу. Погубить душу, правильно. Убесофо шельдавар ле махру ле абет. И в конце концов продали его в рабство. Правильно. Я вот обезвиняюсь тут эти квадратики. Я, честно, не отреадакюрую. По-моему, это мем превратился, мем софит. Генгам им гая и сот ле киньятам. Правильно. Ле ка сам правильно. Алло мутаф в аль двора. Да. Они также нет, ген это даже если даже если было основание правильно для продажи не, не, киньятам от слова ревн на зависть. Зависть, да. Их зависть. Для их зависти и злости. Для их зависти. К нему эти мемы это в смысле не значит. Да. это слегка, слегка. Их зависти, да. Их зависти, их как бы гневу, злости, да. На что? На его сны. Да. И на его слова. Правильно. Продолжаем. Да. михан ва ад ашлихто. Ашлахато. Ашлахато. Абора. Абора, да. Абора. Ровцат. Ровецет. 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 Тагум. Тагум. Безна. Тагум, да. Шолю нитан легешер. Правильно. Алия в циги ротцинк. Безти ротцинк. Правильно. Пилпулим. Ну, пилпулим это споро когда пытаются значит с помощью каких-то умозаключений что-то такое доказать. ОК. Ну, хорошо. Где мы были? Ген гам им айя и сутки на там леки лекастам ахалома аль халомота вальдварах дальше мекан отсюда и до ашлахата ну ашлахата бросание его в колодец да ровец теом теом это бездна правильно да ну лагашер это компромисс вы это знаете правильно дешур это компромисс есть даже такая должность человека если кто-то не дай бог разводится правильно то они могут пойти например дешур или там какие-то споры есть прежде чем идти там в полицию или еще куда-то есть по-моему даже при боте мишпад при судах есть такая тоже дешур это человек который делает сводит обратно то есть наводит с мосты грубо говоря арбитр да арбитражный суд может быть что-то типа этого правильно вот это называется дешур человек называется дешурим дешурим это вот он наводит между ними мосты опять даже если у них было основание та-та-та-та-та-та-та но между этим и между бросанием в колодец находится такая пропасть которую невозможно да ну можете сказать объяснить там как угодно да объяснить чем быкируц отговорками это невозможно объяснить всякими отговорками с помощью каких-то умозаключений ну то есть люди говорят например грубо вы знаете есть куча медрашей которые объясняют что на самом деле ну как бы у них было какое-то право например дин-ро-дэф там дальше будет про это дин-ро-дэф а окей это мне надо действительно поправить потому что у меня всплывает окей то есть он говорит что ты нельзя объяснить окей второй дальше вы ашния ашния он как бы в сговоре с кем как будто лифт в рай это как будто правильно да все в общем как будто с братьями в связи с молчанием нет заговор молчания это действительно заговор молчания заговор молчания по отношению к кому по отношению к отцу несчастному отцу умлаль это несчастный это мискен мизери по-английски это называется умлаль это несчастный есть два слова есть мискен и есть умлаль я не замечаю разницу по-моему это то же самое но мискен это очень распространенное и это говорят с разными интонациями говоря там не знаю ребенок не дай бог там попали это более презренный несчастный отец почему потому что отец течение там всего этого времени он не знает что происходит с его сыном то есть они ему байку это рассказали правильно дальше будет объясняться что братья ничего не говорили по понятным причинам что они не хотели открывать правду что отец как бы их возненавидит и все а почему вот вопрос почему юсеф то молчал же мог дать отцу весточку сказать что я жив и превратить его мучение окей дальше у бенеша что я дальше у бенеша с рим вештайм шана и но шо ле от хаим до прайма сер левосер лео от иосиф хай да вот иосиф хай и в течение 22 лет он не посылает знака жизни признака ну признака жизни признака жизни левосер ло ну чтобы левосер как ну и свистить его иосиф еще жив туда это известная знаменитая фрада одеса файда то что яков сказал когда ему сказали про иосифа одеса файд есть решивым а не решила знаменитый который называется одеса файд окей поэтому цель кавычку дальше амнам амнам афшар кибе то бе вейт потифар лёгая а давар нитах нитан да возможно да что во время жизни действительно возможно в смысле предположить что ибо и это во время его пребывания справа правильно не было ну а я давар не так это была невозможная вещь ему ну то что он как бы с ними был этот самый он не был в качестве там я не знаю раба или что-то типа этого не мог отцу посылать но да дальше то что ах ах и не беги то мешане лиманах 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 вадай ах и не даже после перемен во время пути фары конечно не мог но можно сказать что он не мог то он сам был как бы там на кого куда ему посылать когда он сам там был в качестве типа раба ах но уж когда он был в качестве царя мишанэ мишанэ это вторым после царя понял я вторым после царя и тогда вода это конечно конечно было возможно это тоже выражение его руки в его в его силах было в его силах его силах правильно и как не послал письмо одно отцу своему извести одно смысл не одного письма чтобы известить его и утешить его правильно молодец ну давай третий я прочитаю ну может передадим да ладно прочитай нет проблем ну окей веш лишит и третье ну вот теперь мапешер итнахруто шельюсеф ле хав да ну итнахруто спло какой нохри кто такой нохри отчужение ну а вот у него отчужие ну а здесь отчуждение правильно то есть мапешер в чем суть его отчуждения хотя можно как-то по-русски но получше перевесить но в принципе да отчуждение и усык он им не признавался то есть все время пока он на них в кавычках издевался это было его как бы отчуждением выступал как чужак который еще издевается над ними да ума мать его шель маслуль и сувим правильно шевогу более их вот там правильно мать его в чем улучшение исправление идти в данном случае природа в чем смысл да 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 в чем смысл маслуль маслуль и сувим это ну как бы в чем смысл этой дороге мучений да по которым он что по которым он отправил их но мулих это ведет это и фили от лалеха это самому идти а леолих это кого-то вести например и с этим тоже всякие выражения леолих шалаль леолих шалаль это кого-то ну грубо говоря обманывать то есть правда выдавать ему что-то за что да и дальше как шоэль абарбанель таким образом спрашивает и нет и так спрашивает абарбанель ну да то есть абарбанель просто называется юрэ то есть он просто вставляет юсеф за страшные силы разве это не грех плели разве это не грех ну вообще преступление то есть преступный грех когда он или бы ее то когда он да бытность его или когда он что он делал мститым но терка нахаш титым но тер по моему это слово но тер это тоже помочь от злопамятного вот именно злопамятный вот именно злопамятный он имеется ввиду нахаш нахаш ведь как бы но не знаю он там долго что-то выжидает и не дай бог кого-то набрасывается кусает правильно типа того что помнят эту самую это нанесенный так и узнал что этот змей ну да то есть прошло столько времени а он как бы братьев мучает и видимо вступает себя что он неблагородный окей дальше правильно так да могу точно перестать в общем тоже по отношению по отношению к старому отцу такое же отношение к старику отцу дословно да сава я думаю наелся досыта сава рогес умале дага в эйх ло хамаль эляв да ну одесса что да 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 то есть он роге там случай был очень неспокойный был роге смысле что он раздражен ну да 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 и малы дага то есть полное беспокойство беспокойство да 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 в эх ло хамаль эляв и никто над ним не жалился нет мы эх ло а как он в смысле как же он не жалился над ним сто процентов все отлично правильно и аслан да можно читать правильно сказал аслан да 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 правильно а им аим мошах аим мошах талих ну процесс 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 продолжение процесса выбора ну наверно да да мошах мошах а тут эти кавычки я прошу прощения там идет речь мошах 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 да 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 это не кавычки они меня избили они меня избили аим мошах то алих правильно дальше дальше а лоха дашут а шейлот вегам ташу вот алихэн работ да так немножко затрудняется вопросы но он говорит лоха дашут а шейлот эти вопросы не новые мошах мошах аим работ и ответов на них предостаточно то есть он говорит что это не новая тематика очень многие как бы задавали эти вопросы и очень многие пытались на них ответить хорошо дальше увихоль увихоль зот думая да а цаватан леа цифотам а цаватан кем асэхат да ахат да асуя да правильно лохцов экспонировать обнажать некудот мусада леек модедуд ам им это слиха вот это квадратик это им 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 шешалоштайм шешешес правильно мы отвечаем пытаемся ответить на три вопроса которые озвучил пей тимофей правильно winning silver Не новые эти вопросы, и ответов на них предостаточно. Дальше. Выход зод думе и ацаватамки масахи тихад. Да, и похоже, правильно. Ацаватам. Что такое ла ци? Анимы цифлы ха шиила. Уй ци ла шиила. И выставление их в качестве чего? Масахи тихад. Что значит масахи тихад? Ну, какой-то одной единого... Ну, в качестве как бы единого эпизода, скажем так, да? В качестве единого эпизода, да? Асуя лакцов некудат муца ла и тмудэ дуд им шлаштан гам яхат. Она, ахат асуя, ну, как бы способна, что значит лакцов, раскрыть перед нами некудат муца. Что такое некудат муца? Отправную точку. Что такое ла и тмудэ? Ну, для того, чтобы справиться с Канжаном. Справиться. С ними тремя вместе. То есть, если мы... То есть, если все эти три вопроса... Он говорит, я ничего нового не говорю. Многие комментаторы, которые пытались... Они задавали эти вопросы, пытались найти на них. Но что у меня нового? Я их выставляю вот в эти... Я их три делаю вместе. Он говорит, если мы все эти три вопроса будем рассматривать как один сюжет, ну, скажем, слово сюжет, правильно? Масаки, это как одна история, как один сюжет, как одно развитие, то это даст нам возможность найти... Накудат муца. Даст нам возможность найти отправную точку для того, чтобы попытаться справиться с ними тремя вместе. Все? Понятная идея? Народ, понятная идея? Народ безмолвствует. Ну, хорошо. Читаем дальше. Нера. Нера. Ки Алахтех. Да. Ляавнод. Ляаванад. Ляаванад. Пороша. Наутс. Наутс. Ну, наутс воткнут или заключен. Историософия. Историософия. Историософия, по-моему. Да, историософия. Слышно там меня что-то застывает? Да, все-все хорошо. Да. Шнейм Асан. Шифтей. Шифтейя. Ну, то есть, как бы, колено, божественное колено, скажем таки. Шифтая они называются. Шифтейя. Ну, Юткей это от имени Бога. Правильно, Юткей? Да? Ли Йот? Ли Амэхат. Да. Ам Сегула. Так, ну, хорошо. Прочитаю сейчас все это предложение. А вы постарайтесь мне сказать, в чем ее смысл. Я думаю, тут так должен быть. Какой смысл в этой фразе? Какого момента? Кажется, что ключ к пониманию этой пороши воткнут в большой историографичной, господи помилуй. Ну, да. Большую историософию, которая, как гавшука, которая собирает как-то или сплачивает. Как сформировались. Как сформировать двенадцать колен Всевышнего в один народ, народ избранный. Правильно. Правильно. Теперь давайте разберем все слова. Правильно? Нир, а. Это похоже. Правильно? Похоже, кажется. Да. Мафтех, леаванат. Дальше. Дальше идет три слова, которые как бы в одно. Мафтех, леаваната, пороша. А именно, ключ к пониманию этой истории. Окей? Наутс. Наутс, мы говорили, это дословно воткнут. В смысле, заложен, скажем, да? Сейчас я дверь закрою, тут мешает. Так он заложен в каком вопросе? В вопросе история... История Софии. Ну, как бы смысл истории, что-то типа смысл. Ну, да, то есть, каким образом, каким образом... Как объяснить или что-то такое? Да, акдулак и цатит гапшу. Лейт габэш, лейт габэш. Это сформироваться. Правильно? Гибуш. Вот тем, кто живет в Израиле, слово очень известно. Особенно те, кто у них есть дети переслужбы в армии. Например, для того, чтобы попасть в специальные подразделения, которые занимаются более такими ответственными операциями, более смелыми, они проходят гибушим, гибушим, а, соответственно, на работе. Вот как, знаете, по-моему, мою опытность такого не было. По-моему, такое есть. На работе есть корпоративные вечеринки или там партии, что-то. А, то есть, как это? Корпоратив. Буловое сплачивание, плод, называется. Корпоративчики такие. Корпоративчики такие. А это для корпоративных вечеринок, да? Корпоративная вечеринка, так вот. Ну, хорошо, да, на юрике они называются гибуш. Вот гибушим. Вот у меня тут недавно вообще на работе сделали такой гибуш, вызвали в Иерусалим, там нам делали всякие истории, рассказывали, приключения, обед был, 5-й, 10-й. То есть, все это от слова лейтгабеш, да? А что такое, кстати, гвишим? Гвишим – это кристаллы. Это тоже от этого слова, потому что они как бы шумироваться. Ну, хорошо, мы немножко ушли. Так вот, большой вопрос, как Хаббард называется его, историю, историю. То есть, не просто история, а какое-то ее как бы объяснение. Правильно? Каким образом сформировались? Шнея, Асар, Шифтая, как правильно сказала Аня, 12, ну, божественных колен, 12 колен Израиля. Сформировались во что? Вот Итгапшу, Лиот, сформировались бы стать единым народом. Амсегула. То есть, как бы еще раз говорить, что эти три вопроса, они не новые. Но если мы их будем рассматривать как единым целым, которые будут нам освещать вопрос на весь этот процесс, какой процесс, сформирование 12 колен, то, по-видимому, это даст нам основание понять вот этот, как он говорит, историофилософский процесс. Процесс формирования из 12 братьев, между которыми такие конфликты, 5 и 10, да, с отцом непростые отношения. И тем не менее, формируется один народ из 12 колен. Окей? Понятная фраза, такая непростая фраза. Хорошо, Аслам, можно дать читать? Альтие. Альтие шейлазе. Шейлазу, да. Правильно. И не бывает этот вопрос... И не будет этот вопрос в наших глазах, как... Ну, как бы легкомысленным. То есть, это непростой вопрос, нелегкомысленный. Это вопрос, в котором есть большой мешкаль, в котором есть, как бы, большой вес, большое-большое, поэтому он нелегкомысленный, этот вопрос. Окей. Дальше. Эн. Эн Керфор. Эн-квар. Эн – это кэн. Эн – это кэн. Ну или ведь, как угодно. Ра-эм – это авра. Авра-эм, да. Вот эти квадратики – это эн. Это пахлих хабрира. Ну да. Бейн герей. Гар-ин. Гар-ин. Ле-киль. Ле-киль. Ле-кильпа. Ле-кильпа, да. Правильно. Ведь. И ведь видим мы. Да, ведь мы уже видели это в прошедшем времени. Правильно? В доме Авраама. Правильно. Процесс. Процесс чего? Процесс отбора. Отбора. Правильно? Отсеивания. Отбора, отсеивания даже. Между чем? Между клепой и между... Правильно. С зерном и шелухой. Вот так вот. Правильно. С зерном и шелухой. Что имеется в виду? Аврааму передали проход и Авраама. Ну, а Ичмаль, по какому-то смысле, шелуха. Окей. Дальше то же самое было с Исаом и с Яков. Ну, там, подождите. Сейчас там все будет. Окей. Кедиврей? Кедиврей Реш. Реш это Раби? Раби Йуда Аливи. Бесефер Акузари. Да. Да. Вылам Дэну. Лида Ат Кияцад Эдор Ашани. Да. Бифхар Ицхак Венитха. Правильно. Ишмаэль. Правильно. Ты правильно сказал, да? Венитха. Ну, отброшен, в смысле. Отброшен. Исав. Брата, как звали. Исав. Исав, да. Правильно. Хорошо. Замечательно. Итак, мы говорим, что мы говорим, что вот этот... Мы уже видели в поколении и в доме Авраама вот этот вот процесс отсеивания, как ты говоришь, что-то от шелухи, да? Зерен от шелухи. Зерен как это, но это уже не буду повторить. Ну, от шелухи. Клепа, клепа, это в Кабале, знаете, есть эти клепа. Оболочки всякие, которые мешают. Это что-то лишнее, что закрывают. Божественный свет, который обволокил. Ну, да. Там все сложно, мы туда не пойдем. Хорошо. Кэдиврей Раби Йуда Аливи. Как по словам Раби Йуда Аливи в книге Кузари. И что? Ну, и мы выучили знать, как бы мы научились, да? Мы поняли, что Кейтсад. Что в горе поколении... Да, каким образом? В поколении каком? В втором. В втором. Значит, Авраам первый, правильно? Значит, второе поколение это кто? Ишмаэль Вайцхак, правильно? Дальше. Невхар Ят Ицхак, Винитха и Ишмаэль. Был избран Ицхак. Ну, и отвергнут, можно было сказать. Правильно. Отвергнут, как угодно. Ишмаэль. Дальше. Убедор. И в третьем поколении был избран Ятхак. И отвергнут Исхак. Правильно. Вот вам сейчас загадка. Совершенно не на тему библии. Как наяврить называется посудомоечная машина? Леня, молчи. Меня это сильно удивило до сегодняшнего дня. Никто не знает, как будет посудомоечная машина? Медехкили. Молчу, как рыба об лед. Я тоже, да. Седор молодец, я оценил. Медехкили. Это Адаха. По-видимому, Адаха грязи. Он отталкивает грязь. Почему так назвали? Со стрелями, я не знаю. Но тем не менее, называется Медехкили. Окей? И вообще, слово Адаха очень важное в... Нет, Медех там... Да, Ладих это... Ладих отстранить дословно. Ну вот, как это импичмент, например, тоже называется. Адаха от кого-то, да? Адаха от кого-то, это значит, ну, дословно, устранение. Ну вот, в данном случае, это и есть устранение Ишмаэля от Ицхака и Сава от Якова. Ну, то есть, как бы, тема понятна. Теперь переходим к братьям. Они боялись, что будет такая же ситуация. Так, хорошо, Мона, дай читать. Ми Апо Итка. Да. Кавкей. Гам Бедор Ареви. Лоим Шах. Лоим Ашех. Это пассивный. Нефаль, да? Лоим Ашех. Ата Алих. Да. Тебахер. Рак Эхат. Да. А Ахим. Лихьот. Им. Ам. 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 Ам Сабуба. Да. Бе Ашеар. Да. Бе Ашеар, да. Идаху. Правильно, Идаху. Идаху. То есть, им Ашех, Идаху, это все страдательные зоологии. Это все инфинитивы, да? Это страдательные зоологии, да? Идаху, да? Мибейт. Мибейт Аба. Ну да. Это вот я не очень понимаю. Ми, эфу, иткабы, лоя дейна, а кап. Ну дословно, кто нам не скажет, что? Причем тут кап на это выражение, мне это не очень понятно, откуда это взялось. Ну хорошо. И кто как бы нам, кто не скажет, что? Ки гамбы, дора, рви. Что поколение четвертого? Да. А почему скажется в ядейну в руках наших? Я тебе говорю, я не понял, почему это. Либо это сканировалось неправильно, либо я не понимаю, что так говорится. Не понимаю, при чем тут кап какой-то. Не знаю. Ну как бы идея понятна. Все неправильно. Что? Все неправильно сканировалось. Я думаю, что тоже неправильно сканировалось. Ну ладно. Ну хорошо. То им Ашех, а то Алих. Выбран будет. Не будет. Не, не, не продолжится процесс. Да. Какой процесс? Выбора. Выбора только одного из братьев. Правильно. Быть кем? Быть народом. Избранным. То есть из 12 опять изберут одного. Логика предыдущих поколений было ровно то же самое. Но как бы идея такая, что братья вполне справедливо могли бояться. Что здесь будет ровно то же самое. Выберут одного. И как бы поведение истинной Иосифа доказывали, что так оно и происходит. Окей. А что с остальными? Виаша и остальные? И остальные отвергнутся из дома. Правильно. Из дома отца. Вот это было их подозрение. Окей. Давайте. Давайте. Нет, ребят, давайте. Да, да. Все, все, все. Мы перешли все. Давайте уже хватит. Это уже поздно. У нас уже совсем поздно. Нет, я не против. Пожалуйста. Окей. Хорошо. Тогда мы на этом закончили. В следующий раз в Божьей помощи будет Штензальц. А потом продолжим. Вам очень интересная статья. Тогда всем счастливо. Пока. Всем пока-пока. Всего доброго. Счастливого доброго. Пока. Поехали. Поехали.